здравствуйте с вами психолог александр матяж и сегодня мы поговорим с вами про экзистенциальный кризис подросткового возраста что такое экзистенциальный кризис это кризис утрата смысла жизни когда смысл жизни обесценивается или вовсе исчезает и пропадает и человек перестает понимать зачем и для чего он живет такое состояние подчас действительно может оказываться достаточно критическим тем более что люди находящиеся в таком состоянии практически никогда не понимают того что предыдущий смысл жизни утрачен ими не просто так а для того чтобы уступить место и получить замену виде обретения какого-то нового смысла своей жизни то же самое относится и к подросткам то что они утратили было не столько даже смыслом сколько их позиции и ролью и ощущением себя в этом мире ощущением своего положения в этом мире подростковый кризис очень часто называют также еще и кризисом переходного возраста потому что подросток это человек который уже перестал чувствовать и ощущать себя ребенком а однако пока что не начал а чувствовать и ощущать себя взрослым одной из особенностей этого кризиса как раз является ощущение того что подросток живет как будто бы не настоящую жизнь он как будто бы живет не на самом деле а настоящая жизнь это то что ждет его впереди а сейчас он занимается подготовкой к настоящей жизни именно такое ощущение что ты только готовишься к настоящей жизни очень часто убивает почву из-под ног у подростка и лишает его ощущение того что он твердо стоит на ногах жизнь подростка это варенье на завтра сейчас он только готовится к тому что с ним произойдет будущем настоящая жизнь начнется после того как ну после того как он закончит школу после того как он поступит в институт после того как он съедет от родителей и начнет жить самостоятельной жизнью и так далее так далее причем такое ощущение может носить у подростка двоякий характер то есть ему может казаться как это что вот в будущем он наконец-то заживет и его будущая взрослая жизнь будет полна настолько прекрасных переживаний замечательной самостоятельности свободы что нынешняя жизнь подростка окажется ему блеклой и тусклой тенью того что ждет его в будущем к сожалению точно также часто встречается и страх подростка перед этим будущим и ему кажется что вот сейчас он еще ну по крайней мере но хотя бы немножечко защищен от тех ужасов взрослой жизни со всей ее неопределенностью и непонятностью всей полнотой ответственности и за сегодняшний и за завтрашний день который его ожидает что подросток испытывает неприкрытый ужас перед тем что ждет его в будущем самое удивительное здесь то что и первое и второе отношения будущей жизни у подростков может поразительным образом сочетаться и чередоваться абсолютно абсурдно и иррационально подросток может и ждать этой самой будущей жизни и испытывать перед ней откровенный страх совершенно не задумываясь на тем по какой причине его переживания носят настолько противоречивый характер масла в огонь здесь часто подливают и сами родители угрожая подростку тем что погоди вот вырастешь узнаешь почем фунт лихо или наоборот говоря ему что вот когда станешь взрослым вот когда вырастешь вот тогда и будешь распоряжаться собой а сейчас мы лучше тебя знаем что тебе делать куда тебе идти чем тебе заниматься такой состояние такое ощущение вызывает у подростка с одной стороны очень глубокую неуверенность в себе с другой стороны обостренную болезненную потребность защищаться отстаивая свою самостоятельность кроме того переходный возраст подростка может так называться еще и по причине того что подросток с одной стороны уже утратил ориентиры и ценности своей прошлой детской жизни он начинает видеть мир более взрослыми глазами и ценности именно взрослой жизни начинают приобретать над ним свою власть с другой стороны подросток отчетливо понимает то что он пока что не самостоятельно он еще пока что зависит от родителей и по этой причине они все еще имеют над ним свою родительскую власть такое ощущение может переживаться подросткам достаточно болезненно приводя к многочисленным подростковым бунтом конфликтам с родителями со школой и со всеми теми общественными и социальными институтами с которыми подростки контактит сожалению в масло в огонь и очень серьезно подливает также и подростковая физиология поскольку подростковый переходный возраст точно также еще считается и переходным именно в плане физиологии гормональная буря огромное количество новых гормонов новых ощущений и переживаний ощущение того что он живет в каком-то новом и чужом для него теле крайне сильно отличающимся от детского и поэтому незнакомым непонятным и пугающим ощущение того что на него уже смотрит по-другому относится к нему по все это подростка не просто убивает из колеи но и делает его до крайности неуравновешенным взрывоопасным склонным к истерикам непредсказуемым поступкам высшей степени уязвимым и ранимым и в то же время способным самому ранить и травмировать окружающих людей совершенно не задумываясь о том насколько могут быть тяжелы последствия тех или иных слов жестов действий движений и поступков одной из особенностей подросткового возраста является также уникальное сочетание с одной стороны крайней эгоцентричности и предельной заточенности на себе со стороны подростка и с другой стороны при этом же готовности к жертве к самопожертвованию и к тому чтобы сделать что-то для другого человека совершенно при этом забыв про себя и про свои собственные эгоистические интересы точно такое же крайне парадоксальное сочетание наблюдается и в том что подросток с одной стороны предельно зависим от своей референтной группы подростки предельно зависимы от мнения своих сверстников и ради этого мнения они готовы абсолютно на все с одной стороны с другой стороны при этом подростки готовы демонстрировать предельную такую же предельную самостоятельность и независимость от чего бы то ни было мнения, и в особенной степени от мнения взрослых. Такое сочетание объясняется тем, что, демонстрируя независимость от мнения взрослых, они, как им кажется, утверждают свою собственную взрослость, самостоятельность и независимость. И предотвратить ребенка от утверждения своей взрослости путем конфликта со взрослым миром как раз и является одной из целей и задач родителей. Как же помочь подростку пережить это состояние? Разумеется, прежде всего ему нужно объяснять, что с ним происходит и по какой причине нет ничего такого, что указывало бы на его особенную патологическую уникальность. Одной из наиболее часто встречающихся и распространенных ошибок, которые совершают родители по отношению к подростку, является то, что они продолжают общаться с подростком как с маленьким ребенком, что, в общем, может привести к серьезным конфликтам и к самым непредсказуемым последствиям. Причем эта ошибка носит, как правило, двоякий характер. Она может заключаться как в том, что родители начинают строжить ребенка и разговаривать с ним авторитарным тоном, в приказном порядке требуя от него выполнения тех или иных обязанностей, которые на нем лежат, так и в том, что подростку, как маленькому ребенку, все сходит с рук, все спускается, с ним продолжают сисюкаться и предпочитают не замечать те или иные формы непослушания, пренебрежения, агрессии и выхода из-под контроля, который демонстрирует подросток. Здесь надо четко понимать, что когда подросток показывает, что он не слушается родителя, что он не выполняет те требования, которые к нему предъявлены, то за этим могут находиться самые разные причины. Это может быть как простая элементарная забывчивость подростка, которая носит, в общем-то, практически такой же, как и в детстве, совершенно детский характер. Однако, когда подростку указывают на это, то это может вызвать у него совершенно не детское возмущение и агрессии. Это может быть тестирование родителей на границе дозволенного. И очень часто подростки занимаются именно таким тестированием, чтобы понять, где и до какой степени они могут зайти далеко в нарушениях своих границ. Поскольку подросткам кажется, что, нарушая границы дозволенного, они тем самым самоутверждаются и доказывают свою взрослость. Конечно, со взрослой точки зрения это кажется чем-то странным и абсурдным, однако для подростка в этом нет ничего удивительного, потому что, совершая иррациональные поступки и устраивая праздник непослушания, он тем самым отделяется и сепарируется внутри себя от своей собственной детской фигуры. Каким образом преодолеваются эти ошибки? Как ни странно, но родитель должен научиться уважать подростка и демонстрировать это уважение к нему именно путем того, что он вступает с ним в разговоры, вступает с ним в диспуты как со взрослым человеком, как со взрослым существом. Такие диспуты, такие дебаты с подростком, объяснение ему тех или иных особенностей как взрослого мира, так и его собственных обязанностей и того, по какой причине он обязан их выполнять и почему плохо то, что он их не выполняет, преследует двоякую цель. С одной стороны, родители таким образом учат подростка рациональному обсуждению особенностей и специфики его поведения. Рационально обсуждая те или иные выходки подростка, его саботаж, его отказ что-то выполнять, его несогласие с расписанием, с выполнением своих обязанностей, посещением школы, выполнением домашнего задания и так далее, и так далее, и так далее. Подростки вводят эти темы и их обсуждение в сферу рационального, выводя их из-под контроля и управления исключительно эмоциями подростка. Необходимо объяснять подростку, дорогой, если ты претендуешь на какие-то права взрослые, то в этом случае ты обязан выполнять точно так же и взрослые обязанности. По крайней мере, те обязанности, которые на тебя возложены в рамках ведения семейных дел, допустим, или в рамках учебы, или чего бы то ни было иного. В том случае, если ты отказываешься от этих обязанностей, то ты точно так же и автоматически лишаешься и тех прав, на которые ты претендуешь как существо уже более взрослое, чем просто какой-то ребенок. Поскольку основная проблема, с которой сталкиваются родители в подростковом возрасте, как раз таки и заключается в том, что подростки обожают качать права и очень любят взрослое отношение к себе, но при этом предпочитают игнорировать взрослые обязанности. Если потакать в таком предпочтении прав перед обязанностями, то в этом случае есть реальная угроза вырастить нарцисса, лоботряса, бездельника и человека, который в любом случае не будет успешно и эффективно действовать в своей взрослой жизни. Если наоборот перегружать подростка обязанностями, но при этом всячески ограничивать его права и в сфере прав обращаться с ним по-прежнему как с маленьким ребенком, то в этом случае существует риск вырастить трудоголика, человека, который не любит себя, который будет работать как проклятый, но который будет не обучен навыку вести наполненную счастливую жизнь и получать от нее полноценное удовольствие. Кроме того, аргументация, которую родитель должен выстраивать перед своим подростком, должна носить логический характер. То есть родитель не должен руководствоваться категорическими императивами. «Ты так сделаешь, потому что я этого хочу, ты так будешь делать, потому что таково мое требование, ты поступишь так или иначе, потому что я так решил и какая бы то ни была полемика по этому поводу исключена». Разговор в подобном ключе с подростком уже не имеет той былой конструктивности, которая была возможна, ну относительно возможна тогда, когда родитель позволял себе так разговаривать с ребенком. Более подробно я говорю об этом на своем вебинаре «Сепарация от родителей». Выслушав ответ подростка, родитель должен подробно его проанализировать и показать ему, по какой причине его ответ не носит удовлетворительный характер. При этом, если подросток начинает демонстрировать свое несогласие эмоционально, выкрикивать оскорбления, как-то эмоционировать или даже просто хлопать дверью, то родитель обязан ему указать на то, что, дорогой, ты ведёшь себя так, как взрослые люди себя не ведут. Вот это поведение ребёнка. И если ты думаешь, что ты таким образом выразил свой протест, то, к сожалению, ты очень сильно ошибаешься. Таким образом, ты просто-напросто выразил то, что ты всё ещё маленький ребёнок, и разговор с тобой, как со взрослым человеком, на каком-то аргументированном уровне смыслов по-прежнему невозможен. Но для того, чтобы такой ход имел свой эффект и оказывал необходимое воздействие на подростка, взрослый, разумеется, должен и сам соблюдать эти правила, не выказывать чрезмерных эмоций и стараться придерживаться рационального обсуждения возникающих проблем. В том случае, если подросток отмалчивается или уходит, хлопая дверьми, или ещё как бы то ни было оказывает свой протест, необходимо указать подростку на то, что то, что он делает, не является чем-то эффективным и только лишь подчёркивает его слабость. Если ты думаешь, что отмолчавшись или хлопнув дверьми, ты показал, какой ты крутой, то, к сожалению, ты добился прям противоположных целей. Ты просто показал, что тебе нечего ответить, а силы и мужество на то, чтобы согласиться и принять рациональную аргументацию, у тебя просто-напросто не хватает смелости, мужества и не хватает твоей внутренней силы. Особое значение в подростковом возрасте играют доверительные отношения между подростком и родителем. Почему это так? Потому что подростка могут начинать мучить глобальные проблемы действительно экзистенциального характера, например, кто я таков, каково моё предназначение, для чего я пришёл в эту жизнь, как мне жить дальше и так далее. Но он по какой-то причине стесняется и смущается обсуждать эти проблемы со своими родителями, доверяя их либо только дневнику, либо самым близким друзьям, либо и вообще никому. Что, к сожалению, в общем-то не редкость среди подростков. Очень часто для того, чтобы вывести подростка на обсуждение таких проблем, родитель должен сам начинать разговор о подобного рода сомнениях, которые могут возникнуть в голове у подростка. Однако родитель должен понимать, что подобного рода закидывание удочек и провокаций на тему того, что подростка может волновать и что может быть для него значимо, может быть успешно только в том случае, если между родителем и подростком до сих пор сохранена какая-то тёплая и глубокая эмоциональная связь. Поэтому разговаривать с подростком только на языке рационального будет неправильно. Подростку необходимо демонстрировать и его нужность, и любовь к нему, и тепло, и внимание. Однако крайне важно делать это по отношению к подростку не покровительственным образом, не так, как это раньше можно было делать по отношению к ребёнку, для того, чтобы подросток чувствовал, что его любят уже как равного человека, а не как какого-то подчинённого родителям существа. Поэтому родителям приходится быть очень внимательным по отношению к своим подросткам, особенно учитывая их недавно возникшую скрытность, внимательно наблюдать за ними, стараясь заметить признаки надвигающихся кризисов. Вообще эта тема, тема подростка и подросткового кризиса довольно обширная и непростая. И поэтому, если она вам интересна, то пишите свои комментарии под этим видео. С вами был психолог Александр Матяш. Всего вам доброго и до следующих встреч.